Изнуряющая жара, удар по здоровью. В Чебоксарах на остановке скончался 57-летний мужчина. Точную причину смерти еще установят судмедэксперты. Но уже сейчас озвучена предварительная версия трагедии. Аномально высокая температура воздуха. В свою очередь врачи отмечают, что в июне к ним обратились порядка полусотни человек, которым стало плохо из-за погоды. Нынешний июнь в Чувашии стал самым жарким за последние 11 лет. Хотя рекорд 48-го года, когда термометры показывали 40 градусов, пока не побит. Татьяна Молукова с раскаленных улиц передает. Лето, Волга, пляж, температура под 40. Но как в такую жару не окунуться, тем более, что купаться разрешено. Несмотря на рабочий день, народу в воде не меньше, чем на берегу. Уважаемые отдыхающие, в целях вашей же безопасности просьба не заплывать за бульки. Родители и взрослые, контролируйте своих детей, не оставляйте их одни. Ежедневно здесь до 6 тысяч человек. На весь пляж трое спасатели работают с 10 утра до 8 вечера. Любители ночного купания и утренних заплывов отвечают за свою безопасность сами. Но даже под присмотром человеческая обеспеченность не знает границ. Много за вашу смену вам удалось людей спасти? Очень много. Сейчас примерную цифру назову. Человек 15. В основном тонут дети. Вот смотрите, такая маленькая зона для купания. А тут чего так сделали? Здесь очень находится большая 6-метровая яма. Дети в основном заходят в воду и начинают сразу тонуть. Поэтому мы сократили немножко зону буйков поближе, подставили специально к берегу. Плавать же невозможно. Я понимаю, что невозможно, но в целях безопасности так должно быть. Хорошо, спокойно, под защитой наших спасателей. Сегодня вообще отлично. Сегодня, в принципе, и погода благоволит, и народа сегодня не так очень много уж. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Спасатели видно? Спасатели, ну да, прям практически рядом они всегда. Практически всегда рядом, то есть их видно и слышно даже. Вот в рупоры все время кричат, они говорят. И лодочки вот здесь вот тоже постоянно плавают, проплывают, то есть контролируют. А было такое, что спасателей не было? Ой, нет. Ну, что-то не помню. Там они плавают, транследят. Ну, туда-сюда ходят они, да, и плавают за буйками обязательно. Помню, у меня вдруг тоже выпало, мы замечание сделали однажды. А спасателей мы видим, да. Спасатели видим. Единственное, что их не слышно, как-то, может быть, чтобы они погромче, потому что люди все-таки за буйки заплывают. Да. Им надо поактивнее себя вести, скажем так. Ну, вот они говорят, что они за несколько дней спасли человек 15 за это время. Ну, наверное, наверное, это очень хорошо, потому что люди, конечно, ну не все соблюдают порядок и заплывают за буйки. Конечно, может случаться всякое, и их работа, конечно, очень нужна. МЧС регулярно публикует сводку. В списках значатся утонувшие на оборудованных и диких пляжах. За неделю 9 человек. Принимайте. Эти чудовищные кадры из Алатарского района. Пикник у воды закончился несколькими часами работы водолазов. Тело утонувшего мужчины искали в небольшом пруду. Судя по прогнозу погоды, в ближайшие сутки у спасателей работы меньше не станет. 30-го у нас опустится где-то, пока еще ненамного, где-то 23-28. То есть мы пройдем вот этот холодный фронт. Вот он, первый холодный фронт. Мы его пройдем. За ним температура где-то 23-28. И когда к нам подойдет второй холодный фронт, вот там еще понизится температура. И там уже где-то днем 20-25. Когда это будет? Это уже с первого числа. Начало июля станет лишь передышкой. Уже в первых числах столбики термометра снова вверх. Вот здесь вот на северо-западе стоял обширный циклон. И на высотах был обширный гребень. Не циклон, а антициклон. И они сюда никого не пропускали. Месяц целый. Да. За нас идет борьба, за нашу территорию, но никто не может друг друга победить. Ни один антициклон. Никто. Ни циклон, ни антициклоны. И пока идет борьба между циклонами и антициклонами. Остается только спасаться от жары. Врачи рекомендуют как можно меньше времени проводить на улице. В солнечную погоду непосредственно нужно обязательно носить головные уборы. Любые, желательно из натуральных материалов, чтобы теплообмен не нарушался. Носить зонты с собой. Укрываться любыми подручными средствами. Поскольку нужно с собой бутылочку воды всегда носить. Рекомендуется выходить на улицу, гулять в тенистых, прохладных местах. Либо выходить рано утром или поздно вечером, когда нет уже ярких лучей солнца. Сейчас синоптики опасаются давать долгосрочные прогнозы. Как поведут себя циклоны и антициклоны. Когда пойдет освежающий дождь. Главное, чтобы аномальной жары к нам не пришли. Аномальные ливни. Как это случилось в Москве, которая тоже несколько недель изнывала от зноя. Это видео без комментариев. Что называется, дождались.